Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно состоялся товарищеский матч в русские шашки между мастером спорта из города Ярославль Иваном Смурковым и международным гроссмейстером из белорусского города Гомель Евгением Кондриченко. И сегодня мы совместно с Иваном Смурковым хотим показать вам разбор первого микроматча. Здорово, Иван. Здорово, Олег. Всем зрителям привет. Значит, леталка выпала у соперников G7 на 5. Признаюсь честно, я сам выбирал леталки, но случайным образом по таблице сложных леталок от гроссмейстера Кондриченко. Значит, в первой партии Иван играл черными, да? Евгений белыми. Да, да, все верно. Ну, давайте бегло покажу начальные ходы. В этой позиции, конечно же, хочется GH4 сыграть, чтобы черные как-то определились, куда им ходить. Ну, и далее в партии было D5, HG3. Белая начинает охвата центра черных. CD6, EF4. Подвязываем центр, и на ход Bc5 белые делают отличный ход Fe3. Ну, Иван здесь думал, Bc7 или Аb6. Мне кажется, все ведет к одному и тому же, да? Ну да, примерно такие похожие планы. Вот, Bc7, GH2. И вот здесь, как бы, CB6 надо играть, по-моему, да. Да, да. Любого нет. То есть, и белые разменялись на фланге. Вот в этой позиции, любой нормальный бы человек, конечно, сыграл CB4. Именно так и пошел Иван. А с помощью компьютерной программы Tosha нам удалось тут найти прикольный ход за черных Dc7. Ход кажется невозможным, например, из-за такого размина CB4. То есть, видите, постоянно нет нападения B5. Но здесь есть неожиданная реплика за черных CD4. Чисто компьютерный ход. Обратите внимание, что Bc5 сейчас ничего не дает. То есть, белые выигрывают шашку, но черные тут же проводят удар. То есть, отдают еще одну шашку Ed6. И затем, ну, еще две шашки и забирают две. У белых на шашку больше, но у черных очень опасная шашка на преддамочном поле F2. Ну, белые не боятся этого. Игра от Bc3. То есть, видите, ставить дамку бесполезно. Она будет тут же поймана. Поэтому черные, допустим, выжидают Аb6. Белые еще выжидают CD2. Ну, и здесь, допустим, на постановку дамки или ход Hg7, белые уже разменивают вот эту опасную шашку. И здесь возникает примерно равная позиция. Такой неожиданный вариант был найден. Если бы я так поднял в партии, меня бы... Да, в виниле бы в читерстве 100%. Значит, еще интересный вариант был после хода Ba5. То есть, если белые не забирают шашку, а играют Ba5. Черным здесь надо играть осторожно, но ничья достижима. Например, Hg7 грозим сыграть уже Hg6, поэтому надо самим белым уходить на бортик. Затем черные ставят рожон. Вон, здесь, видите, подвержен атаке, размену. Белые нападают. Вернее, размениваются. Видите, вот так уже играть бесполезно. Черные просто разменяются на F4 и получат выигранную позицию. Поэтому приходится размениваться. Побили на G5. Бьем на F4. Ну, и здесь можно вперед и назад побить. Мне кажется, вперед, наверное, посильнее будет. Ну, и видите, у черных нет опорных шашек. B8, D8. Плюс еще отсталая на А7. У белых шашки тоже на бортиках, видите. Плюс отсталая А1. Вот, учитывая эти слабости, возникает примерно равная позиция. Так, рассмотрели компьютерный вариант. Сейчас рассмотрим человеческий. В этой позиции Евгений сыграл G6. Логичный ход. Ну, и здесь, мне кажется, Иван все-таки допустил ошибку. Сыграл B3. Мне кажется, более сильный ход был HG7. Да, ход напрашивался. То есть, HG7 как бы чисто по-человечески не смотрится. Например, из-за такого размена G4. Ну, и позиция черных выглядит подозрительной. То есть, здесь уже, например, проигрывает ход B3. Неожиданно. Ну, здесь есть неожиданная ловушка, конечно, за черных. Если белые сыграют FG5, то есть, свяжут, видите, левый фланг черных. Кажется, отличная позиция, но на самом деле связки сказываются в пользу черных. И они здесь даже выигрывают. То есть, например, DC7, DE3. Белые сохраняют, видите, вот эту колоночку. С3, B2, A1 хотят разменяться, но черные им этого не позволяют сделать. Например, CD6, EF2, DC5. Именно вот такой ход ведет к победе. Ну, здесь уже меняться надо. CB4. Когда черные сами меняются вперед. Ну, и видите, развязка неизбежная. Например, AB2, AB4. EF4. CD4 напали. Тоже напали. Ну, на ход ED6, допустим, можно просто побить в дамки. И, видите, отходить нельзя, потому что просто отдали одну шашку и забрали две. Да, может просто напасть. Можно красиво шашку было пожертвовать тоже, да. Да, D3 и B3 напали. Ну, там, короче, как угодно, да. Понятно, что позиция у белых очень плохая. Значит, но в этой позиции не обязательно играть FG5. Я тут с Иваном пытался тоже, как говорится, человеческой головой найти выигрыш за белых. Но так и не нашел. А выигрыш был такой в этой позиции. CD4 умера. Теперь черным. Ну, рано или поздно придется размениваться назад. Тогда играем BC3. Допустим, ED6. CD4. Снова вылазим в центр. Видите, у черных застряла шашка на G7. И она так и не вступает в игру. Мы не уводим шашку F4 на поле G5 для будущих комбинаций именно. Да, здесь еще, видите, комбинационные удары. Допустим, на такой ход. Не проводим даже комбинацию. Играем D3. Ждем. Ну, и черным уже самим надо размениваться. Иначе белые тогда проведут комбинацию. Здесь уже надо размениваться. Играем AB2 тогда. DE7, BC3. ED6, EF2. Черные еще сопротивляются. Меняются назад. Снова фиксируем. Видите, осталось черных на G7. Допустим, CB6, FE3. B5, EF4. В третий раз черные размениваются. Ну, здесь можно просто FG5 напасть. И белые легко выиграют. Такие варианты возможны были. То есть, после HG7. BA3 играть нельзя. Этот ход проигрывает. Ловушечный ход, но он проигрывает. Здесь надо точно сыграть Gd6. Тогда уже белые связывают. Левый фланг черных. Черным надо закрываться. DE7. И белые нападают на шашку. BA3. Другого нет. Все форсировано. Но здесь уже идет перехват со стороны черных. FE5. Бой. Бьем две шашки. И белым лучше всего побить на C3. Закрываемся же F6 от удара. Ну и в этой позиции за белых есть единственная ничья. Довольно-таки непростая. Например, проигрывает ход CB2. Допустим, AB6. EF2. BC5. Допустим, FG3. CB4. Белые связывают. Правый фланг черных. BA3 надо закрываться. Ну видите, ход белых. И здесь они проигрывают. То есть видите. Такой своеобразный цукцванг. Очередь хода здесь невыгодна. Ни за белых, ни за черных. Но ход белых. Поэтому они проигрывают. Все остальные варианты также ведут к поражению. Единственная ничья возможна только после хода CB4. Бой. Бой. Тогда черные вываливаются в центр E4. Ну мы сдерживаем атаку. Играем аккуратно ЕF2. Ну и после хода AB6 нападаем. BA5. Черным лучше всего разменяться ходом FE5. Бой. Бой. CD2. ED6. FG3. BC7. Снова надо меняться. GF4 назад. DE5. FG3. ED6. Ну и здесь надо жертвовать шашку. GF4 с прорывом и играть GF6. Ну и здесь тоже надо точно еще сыграть. После хода DE5. Если белые допустим пойдут FG7. То это уже проигрывает. То есть просто играем EF4. Ну после постановки дамки GF8 нападаем. DE3. Белым надо отходить. Затем играем EF2. И проводим все три шашки в дамке. Загоняем шашку C3 на А5. Ну и получаем выигранное окончание. Я думаю тут проблем не возникнет с реализацией. Так. Но все-таки ничья за белых здесь была. Надо было сыграть FG7 бой и сыграть HG7. То есть пожертвовать еще одну шашку щедро. Ну и допустим FE5. Ставим дамку на F8. Надо отходить. ED6. Так. DE5. Нападаем с поля H6. Надо также черным нападать DE3. Ну и здесь просто занимаем большую дорогу HG7. И бьем одну из шашек. Ничьей. Такая ничья. Так. Но в партии Иван сыграл B3. Да? Да. Я сразу пошел B3. Такой человеческий ход. И вот здесь у белых был отличный ход DE3. То есть Евгений разменялся. GF4. Тоже допустил не точно. Здесь был отличный ход DE3. Ну и черным для достижения ничьей надо играть очень точно. Допустим Bc5. Так. Этот ход по-моему еще сохраняется ничья. Тогда играем CB4. Бой-бой. И играем ED2. Видите у черных застряла шашка на H8. Поэтому им надо разгружаться. Ходом ED4. Тогда белые меняются назад. AB2. Да. Такой форсированный вариант тут. FE5. HG3. HG7. Допустим еще раз меняемся назад. GF4. GF6. Bc3. Fe5. DE3. Здесь лучше всего пойти. Ну и здесь для достижения ничьей надо черным пожертвовать шашку точно. ED6. FG3. DE7. Именно таким образом играем. DC7 играть хуже. И белые играют ED2. Ну и здесь можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ничью за черных. Да. Очень интересный прием. Вот такой прием необычный. CD4. Именно таким образом жертвуем шашку и играем ED4. Ну и видите допустим на ход GH4. Просто играем EF6. Ну и позиция абсолютно равная. Ну и здесь проигрывали два хода. Если сыграть EF6, то здесь уже выигрыш у белых. GH4. Fe7. Меняемся назад. EF4. DE5. DE3. ED6. FG3. Надо жертвовать шашку. CB4. И играть DC5. Ну и здесь уже ничей нет. Просто EF4. Заходим в люпки. Ну и худо-бедно. Без двух шашек-то. Может быть даже без трех тут. Черным конечно ловить нечего. Да. Белые отридают в люпке почти чуть. Так. Также проигрывала в этой позиции такая жертва. CB4. И DC5. Ну есть размен простой. GF4. ED4. Ну можно еще блеснуть ударчиком. Выпустим CB2. EF4. Ну и снимаем дамку и две шашки белых. Тоже с легкой победой. Так. Разобрали значит ничью. Такая непростая ничья. А ход ED6 в этой позиции уже проигрывал. Да. Здесь уже белые играют на связку. EF4. То есть видите. У белых отсталые шашки 1 и H2. Позиция выглядит подозрительной. Но на самом деле у черных шашки H8 и H7. Здесь все-таки слабости черных пересиливают слабости белых. Очень тонкая позиция. Надо играть очень необычно. Да. Допустим DE7. Издалека может показаться что у черных. То у черных даже лучше. Да. Тут непонятно у кого лучше. То есть играем EF2. Видите. Сейчас хода BC5 нет. Из-за простого ударчика. HG5. Бой. CB4. Бой. Ну и сняли три шашки по игрочам. То есть такого нет. Приходится играть HG7. Тогда играем FE3. После единственного хода CB4. Белые все-таки красиво выигрывают. Тоже необычный прием. Который советую запомнить. CD4. Бой. И бьем на B6. Если бить вперед. Тогда белые проводят комбинацию. Играем CB2. Бой. И затем FG5. Бой. И бьем на поле C7. С выигрышем. Затем ставим дамку на поле B8. И постоянно грозим подорвать пункт D6. С выигрышем. Если черные в этой позиции бьют назад. Тогда играем ED4. И после хода AB6. Здесь выигрывает комбинация. То есть играем D5. Бой. Затем CB2. Бой. На G5. И бьем именно на поле D8. Да, вы их вытопа взятие. Но лучше надо. Ну здесь более точно на D8 побить. На H8 как бы там еще проблемы возможны. А здесь после DC3. Играем просто D7. И как видите. Грозит подрыв пункта F8. Ну и черным. Просто некуда ходить. Особо. То есть если как-то закрыться. Допустим. Bc5. Просто нападаем с тыла. Видите. Некуда ходить. Такие варианты. Значит. Осталось посмотреть как в партии было. В партии значит было. Вроде все показал. GF4. Бой назад. И здесь Иван сыграл E6. Я предлагал здесь играть F5. Но на самом деле ход E6 даже более интересный. С точки зрения контр-атакующих возможностей черных. То есть у белых здесь поприятнее позиция. Надо было все-таки Евгению на HG3 играть. А он сыграл F3. Ну и здесь Иван уже допустил свою последнюю ошибку. Сыграл D7 и проиграл партию. Похоже это проигрывает. То есть в этой позиции была отличная реплика HG7. Обратите внимание, что черные поставили угрозу AB4. Например, ход HG3 здесь уже за белых проигрывает. Просто отдаем 3 шашки AB4. Побили. И черные бьют также 3 шашки. Ну и несмотря на равное количество материала, у черных легкий выигрыш. Например, EF2. Ну нельзя черным позволять пройти в дамки. GF6. ДЕ3. Не даем пока сыграть FE5. Ну здесь просто ДС7. Надо уже играть БЦ3. Видите, если белый играет ЕД4, тогда играем просто CD6. И на БЦ3 играем AB6. Видите, белый проигрывает за счет отсталой шашки 1. Например, AB2, B5. Ну и снова как-то некуда ходить белым. Позиция абсолютно проигранная. Если же в этой позиции играть БЦ3, тогда просто играем FE5. Ну и здесь также легко выигранные позиции. Можете убедиться в этом сами. То есть был отличный ход HG7. А вот ДЕ7, похоже, уже проигрывает. Да, сложно сказать, почему в партии я не нашел... Ну не сделал ход HG7. Возможно, волнение сказалось немножко. Возможно, волнение. Возможно, мало времени уже было. Я, честно говоря, не помню. Да. Ты вначале, по-моему, долго думал. У тебя тут не особо много времени было, да. Здесь уже на ДЕ7 играем HG3 за белых. Ну и у белых тут проблем нет. HG7, HH4. BC5 надо играть. Меняемся CB4 с двойным разменом. Ну и просто играем AB2. Ну, особо тут за черных не разгуляешься. Иван еще посопротивлялся ходом ДЕ5. Ну, Евгений четко сыграл ЕF2. Ну, после хода ЕД4 белые зажимают полностью левый фланг черных. ЕF4, ЕД6. Белые нападают FG5. Ну и после хода FG5. Тут Иван расставил последнюю ловушку, да. То есть нельзя играть же F6. Что ты планировал сыграть туда? ЕF4, по-моему, да. Такая уже сомнительная ловушка. FG3, бой. И побить на Е1. Такая позиция, да. Так. Ну и тут, по-моему, еще у черных поприятнее, да. Ну, равная позиция, да. Вот такая последняя ловушечка. Ну, естественно, Евгений... Было бы очень весело, если бы Евгений на нее попался. Евгений, естественно, увидел ее. Сыграл ДЦ3. Ну и Иван тут сдался. Да, интересная партия. Много было подводных камней. Ну и мы сегодня постарались их разобрать. Во второй партии все было несколько проживнее. Давай, рассказывай. Да, чтобы не сидеть просто так. Во второй партии я уже играл белыми. Также сыграл же А4. Ну, лучший ход, потому что у черных перегружен. Черным надо как-то заставить их определиться, да. Да, черные играют БЦ5. Можно было сделать ход СД4 тоже хороший, но я почему-то решил СБ4 поменяться. Ну, кстати, Иван, хочу заметить, что БЦ5 после ЖС4 это тут сильнейший ход считается в этой позиции. Ну, да, вполне возможно. Можно было СБ4, СД4 сыграть, да, как угодно. В программе, да, можно и так, и так. Здесь уже, естественно, бьем две шашки, одну бить слабо. Да, ну, нецелесообразно. Играем АБ2. Ну, подтягивают, сделая черные свои силы ближе к конкурсу. Да и 5. Да и 5 точный ход. Ну, потому что на ИС5 поставила бы какие-нибудь АЖ5 там в окружении, еще что-нибудь. Ну, да, тут какие-то уже возможности, контр-игры со стороны делай. АЖ3 тоже неплохо, может быть, да. Да, вот Д5, точный ход. Тоже неплохая реплика. Да, АЖ7. Ну, естественно, меняться по две шашки не входило в мои планы. Вот Е4. Пассивно, поэтому Е4, да. Снимаем. ЕД6, я играю в Д3. Был еще ход ФЕ3, но там ФЕ3 из-за Е4 не хотелось, да. Из-за этих выпадов Е4 сейчас и потом, да. Поэтому Д3. Которому Д3, да, все верно. ЦБ6, Евгений, четко реагирует. Большинство леталок ему было знакомо по-любому. ЦД2. Нет, Б3, по-моему, тут было. Нет, здесь ЦД2 сыграл. Ну, ладно, все сводится. БА5, ЦД2. БА5, ЦД2. Да, ДЕ7. Вот здесь Евгений делает четкий ход. ДЕ7. И я вот ошибку совершил. Здесь Иван совершил первую ошибку. Сыграл. Давай сейчас, как надо. Да, этот ход уже проигрывает. Да, вот запомните. То есть это практически форсированное продолжение. Из-за белых, из-за черных сильнейший вариант был показан в партии. А надо было в этой позиции играть ЦБ4. Я, кстати, во время партии хотел, ну, предлагал за Ивана играть именно ЦБ4. Ну, Евгений почему-то проигнорировал мою реплику. Возможно, знал тот вариант, не хотел показывать его. Не знаю. Да-да, я вот видел этот ход тоже в партии, но я почему на него не пошел? Я считал, что ЕД4 так и нужно играть. Ну, здесь, видите, БЦ7 уже проигрывает. Ну, да, тут понятно. Здесь просто ЕД2. Ну, и что-то как-то некуда ходить. То есть на ЕД4 будет ФЕ5 подрыв. А на ЦБ6 просто играем БА5 и легко выиграна позиция. Поэтому единственный ход ЕД4. Да, ЕД4. Я считал ЖАЖ2. Все верно, так и нужно. ФЕ5. ФЕ5 с соперника считал. И после БА5. Не видел, как играть, да? Дохода ДЦ3. Ну, вот черный играет ДЦ3. И что-то как-то тоже не увидел простого хода. Вот АБ6 жертва. Ну, здесь были два варианта ЕД4 и АБ6. ЕД4 там ведет к ничей. Да. Много шашек отдаем. Да. Поэтому более логичный ход АБ6. И нападаем на шашки черных. И видите, одновременно связываем центр черных. То есть надо закрываться ЖФ6, побили. Ну и далее все форсировано. Давай. То есть АБ6, БЦ3. ЕД2 сперва. ЕД2 точный ход, да. Теперь БЦ3. Да, и на БА7, допустим. Или БЦ7 тут без разницы. То есть не сильно важно. Тут лучше всего, да, Е3 сыграть уже сразу. Ну, ДЕ3, ФЕ3 тут тоже без разницы. Ну, тут после ДЕ3 есть удар, да. То есть на ход СБ6. На СБ6 можем удар провести. МЖ5, да. Побили, побили. Как один из возможных вариантов. Ну, тут ничья, да. АБ4 поставили там дамку, да, БЦ3, ФЕ3. Ну, или сразу так. Ну, если сразу же, Ф4, допустим, побили на Е1, на А1, надо закрываться. Отдали шашку, и ничья. Ничья. Ну, а если Ф3, там уже могут быть проблемы в вариантах начаться у белых. Так что лучше просто. Белых, то есть черные могут пожертвовать шашку и сыграть СБ2. Да, то есть. Ну, тоже ничья, понятно, но не обязательно. Тоже, тоже ничья, то есть побили, побили сюда. Вообще-то да, ничего страшного. Да, тоже ничья абсолютно. Ну, так же, так же АЖ5. И все, и ничейка. Ну, да, да. Так, это первый вариант. Вот. На СБ6 удар проводить не обязательно, можно ЕД4 еще сыграть. ЕД4 черным. Тоже есть интересное. Необходимо меняться. ФЕ3. СБ6 нужно, другого нет. И здесь, ну, лучше всего, наверное, уже удар провести. Ну, нет, не обязательно. Тоже можно. Либо ФЖ5, либо ЕД4. Черным надо жертвовать. Жертвуем шашку, играем ДЦ5, и здесь надо АБ4 пойти, верно, да? Да. Тут есть три хода за белых. АБ4, ЖФ4 и АЖ5. Значит, АЖ5 уже проигрывает, такая присоска. Просто объем на Е3. Просто объем на Е3, да. Даже надо играть ЖФ4. На АЖ4. На АЖ4. По своему родному Тор. Допустим, если билет назад, просто ЕД6 и грозит АЖ3. АЖ3, да. Легким выигрышем. Так, первая тема. ЖФ4 проигрывает просто объем на Ж3. Надо бить на Ф4. Ну, после размена. И БЦ5, наверное, какая-то известная позиция. Точный ход, да. БЦ5 и выигрыш. Еще после хода ЦБ4 надо сделать еще один точный ход. ЦД4. Только этот ход ведет к победе. А вот ЕД6 уже приводил лишь к ничьей. Ну, и здесь все форсировано. ФГ5, ДЕ3. БЦ5, ЕФ2. ЦБ6. Ставим дамку на Ж1. Ну, и на ход ЕД6. Такой красивый, этюдный выигрыш. ЕД6 присоска. И обратите внимание, что... Куда бы белые не побили, везде проиграно. Если же белые играют БЦ7, тогда форсировано. Ставим дамку на Х2. Дамку пока ставить нельзя. Ходится играть АБ4. Ну, зажали белых. Играем дамкой на Б8. Ну, и после хода БЦ5 снова ушли на Х2. Видите, никогда нельзя поставить дамку. ЦБ6 снова ушли на Б8 дамкой. Ж6 снова ушли на Х2. Ну, и белым здесь можно сдаться. С чистой совестью. Они сделали все, что могли. Ну, то есть много ловушек за черных тут есть, да? Да. Ну, сильнейший ход здесь есть все-таки. АБ4. Ой, АБ4, да. Надо бить на А3, другого нет. Белые подрывают пункт Х6, бой. Да, лишняя шашка. Сейчас шашка С3 погибнет. Здесь толку нету, просто на Ж1 поставили дамку. Ну, и равный Ншпиль возникает. Да. Ну, так можно, опять же, белые. Больше ловушек за черных, поэтому, наверное, там удар может быть поприятнее проводить. Да. Вот, я пошел уже аж 2, да, в этой позиции. Проигрывающий ход, потому что Евгений взял и комбинацию мне провел. Я, кстати, во время стрима тоже не видел комбинацию. Зачем он это сделал, я не знаю. Но это взял правил. Ажи 5. Сжи 5. Сжи 5. Сжи 4. Сжи 4, да. Такое, вроде, ничего сложного, но не заметил я, блин. Незаметный ударчик, на самом деле, да. Такой, простенький. Сжи 3 я пытаюсь сопротивляться. В итоге мои сопротивления могли привести к ничьей. Зайду наперед немножко. Вот, но не смог, не хватило времени. Значит, сжи 4 я пошел. И здесь у Евгения был единственный выигрыш А1 на С3. То есть, такой чисто техничный выигрыш. Ну да, здесь просто никаких шансов нет. Новая дамка проходит и... Да. Никуда не успевает. Но Евгений пошел дамкой А1 на Ф6. Это уже ничья. Этот ход выпускает победу, да. Да, хожу до Е3. Правильно, то есть, теперь, ну, там, в любки не пойти никогда из-за ударов различных. Вот, Евгений ждет БА7. Я ЕД2 делаю точный ход еще. И Евгений нападает на Д4. То есть, и... Ну, я просто не видел, что я могу сделать. Ну, здесь у Ивана уже был цикнот. Если бы время было, допустим, играли бы в быстрые шашки и в рапид. Я думаю, что Иван нашел бы ничью играть. Вот, я пошел А3. Евгений побил на Б6. И, видите, нету темпа, чтобы провести удар. Я ЕД4. Ну, я ЕД4 уже не стал отдавать. Но, видите, если бы отдал, просто на С1 и нет хорошего хода. Ну, никакого хода нет. Вот, но здесь классно. Вот здесь можете поставить видео на паузу. И попытайтесь найти ничью забилов. Если вы ее найдете, то получите большое эстетическое удовольствие. Такая сумасшедшая идея. Так, ну, давай, показывай. Видно, что не сумел я ее найти. Да, ДЦ3. Отдаем под бой. Ну, все, что только можно, как обычно. Тройная присоска. В стиле, кстати, Евгения ничья, да. Бит на Б6 проигрывает. Здесь проигрывает и на Б6, и на Ж1. А если на Ж1, то подождали. Ну, давай, покажи сперва на Б6. Да, давайте на Б6. Тогда просто ЕД4 в один ход отдали и выиграли. На Д8, наверное. Да, и грозим подорвать пункт О8. Да, на Ж1 примерно по тем же проигрывает. Ну, допустим, да, сбей на Ж1. АЖ3. То есть, просто делаем лишний ход. И снова та же самая идея ЦД4. Опять на Д8. Именно на Д8, да. И снова грозим подорвать пункт О8. Выиграна. Ну, единственный остался вариант. Это если после хода ДЦ3 черные бьют на Б2 или на А1. Ну, без разницы. Отдаем ЕД4. Ловим дамку. Мы уже без шашки. Надо бить именно вперед. Именно вперед, да. Ну, и на Ж6 теперь уже, наверное, всем видно. Жертва второй шашки. АЖ5. И ФЕ5. Видите, одна шашка держит две Ц5, а эти две держат три. И за счет этого ничья. Такие варианты. Немножечая позиция, на самом деле. Да. Друзья, сегодня было не так много красот. Такие более техничные варианты. Но если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. И подпишитесь на канал. Поддержите наше творчество. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Да, всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok